привет ребята как раз сегодня я планировал записать еще одну серию ангельских ритмов вот и как раз сегодня у меня неожиданно подскочили количество просмотров лайков и прочие и подписок очень признателен всем людям которые не поленились поставить лайк это конечно радует потому что я вижу что не зря это делаю кому-то это нравится и кому-то это нужно вот так что спасибо вам большое я постараюсь сильно не затягивать сериями как только появится свободное время сразу же делать следующие но не забывайте что мне еще нужно переводить потом уже делать серию теперь хочу сказать один момент в комментариях поскочили почему я не делаю текстовый перевод вопрос такой был я поясню почему потому что у меня хотелось сделать видео прохождение но поскольку это эту новеллу это новелла пока что только на японском японский знают немногие я уже не говорю об английском то есть английский все же знает больше чем японский вот поэтому я решил сделать еще и перевод как бы прохождение с переводом почему можно конечно было бы делать текст там накладать сверху на видео субтитры и делать такой перевод но студия визу артский очень жестко относится к авторским правам и если они видят какие-то видео которые не комментируются игроком они их строго банят я как-то залил на youtube кусочек из их визуальной новеллы реврайт там где которые которые о чем-то говорили а это было награда катору за то что он посадил все семя то что ему о которой сказала сделать вот она ему там палец пососала но кто играл тот знает вот я залил этот кусочек на английском языке без каких-либо комментариев просто вот вырезал с навал и залил кусочек и через какое-то определенное время мне пришла жалоба на это это видео и мне пришлось его дали удалить и именно отвезу артс вот поэтому такие видео в которых есть комментарии автора автора блин игрока они все же реже банятся какой-либо студии там например атлас или это не с америка они разрешают делать их видео прохождение без комментариев игрока вот это делается этого полно есть в интернете можно просто сидеть смотреть а вот именно визуал артский они банят такие видео поэтому нужно чтобы игрок что-то говорил во время игры чтобы это видео не банилась вот но что говорить и когда там будет просто субтитры текста и что я могу говорить там посмеяться пару раз и все поэтому я решил делать все же видео перевод вот я пояснил почему так если кому-то интересно я могу скинуть ему свои текстовые файлы с переводом он может вшить если умеет в игру этот текст и вуаля будет вам переведена визуальная новелла но есть один момент я не уверен в качестве своего перевода потому что не в совершенстве владею японским вот поэтому меня такое что-то типа speed перевода быстрого перевода и во вторых в этом текстовом файле я набираю перевод очень быстро и не перечитываю поэтому там множество грамматических и графических ошибок и придется все это перечитывать и исправлять и по несколько раз вот я даже сам когда снимаю видео читаю свой перевод и запинаюсь потому что не могу прочитать что это написал вот но это такие моменты спрашивали я ответил но всем остальным спасибо я делаю дальше перевод и надеюсь что он дальше будет правиться так все что я хотел сказать сказала теперь поехали продолжаем на том на чем мы остановились так я вступил к ним в отряд и вот поехали дальше хорошо говори свой девиз я потянул свою руку и пожал руку школьницы наш девиз бог мертв ангелов тоже нет бог мертв ангелов тоже нет что за иронический девиз ведь на самом деле все это существует в этом мире я юри лидер этого фронта одна девушка командует этими не сдержанными парнями это девушка юсо-сан она связной нашего отряда благодаря ей мы можем держать связь друг с другом приятно познакомиться я удивился когда она появилась передо мной она такая маленькая что я ее даже не заметил в этой комнате ну вот наконец-то мы теперь напарники верно это хината кун как сам видишь блин в общем это хината кун как ты сам видишь он весьма красноречивый и легкомысленный парень но когда нужно что-то сделать он иногда делает да ой стой что это за похвалы такие это странные когда я только его увидел мое представление о нем было ужасное но присмотревшись он выглядит нормальным парнем это мацушита кун у него пятый разряд по дзюдо поэтому чтобы уважать его мы все зовем его мацушита пятый разряд чёрт не игнорируй меня будем знакомы какой огромный с таким-то телом то еще пятым разрядом под дзюдо он наверное очень сильный это ойяма кун у него есть особенность не иметь особенностей ха 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 добро пожаловать в наш фронт у него особенность не иметь особенностей как же мне его запомнить но действительно с виду и не ничего особенного неожиданно передо мной возник красивый парень come on let's dance если вы не знаете английского он сказал давай потанцуем да нет мне как-то не хочется это у него такое приветствие мы все называем его тикей никто не знает его реально и реального имени такой себе загадочный парень как-то меня не очень тешит такой напарник парень что постоянно поправляет свои очки и говорит умные вещи так а мацу кун на самом деле он идиот привет да привет он спокойно примет такое представление действительно идиот тот что улетел недавно но да кун а это тот парень что повсюду носится с оружием там в тени стоит шина сам которая постоянно говорит как это глупо она единственный кто может заменить меня в области планирования стратегии и тактики к тому же она сильнейшая из нас школьница сильнейшая из всех невероятно вот там сидит его салон она лидер нашего диверсионного отряда она молчалива и создает впечатление крутой красотки я думаю ты скоро услышишь ее в деле услышишь есть еще несколько десятков членов нашего фронта которые прячутся за пределами школы ну а сзади фуджимаки кун я фуджимаки мелкий подозрительный парень держащий в руках деревянный меч назвал меня мелким я не мелкий тогда как мне тебя называть верно простите верно как тебя звать когда она спросила я вдруг понял что я забыл свое имя я попытался вспомнить роя с воспоминаниях но все что я могу вспомнить это звук объясняю почему звук имя у нашего главного героя отоначи то есть беззвучный или парень тихий парень вот в общем поэтому он вспомнил часть одну часть своего имени звук то есть что-то связанное со звуком эм как меня звали черт я не могу вспомнить потерял память да у тебя такой же случай как и у меня не беспокойся скоро память вернется ну а тогда я некоторое время буду называть тебя мелкий как жестоко я буду звать тебя альтернативный это в каком смысле альтернативное имя разве не ясно привет альтернативный видишь вроде как звучит круто кажется ты используешь это слово не в том назначении а я буду звать его красавчик красавчик фью хэ это он то красавчик кажется ты преувеличиваешь ну тогда давайте сложим все это вместе и я буду называть его преувеличенный красавчик привет преувеличенный красавчик куда у боже тогда я буду называть его лулеконщик он с что почему но это мое предположение если к нему вернется память и окажется что он лоликонщик ему же будет приятно блин а действительно обнадеживающее имя ну тогда я буду называть его например напарник в очках это при том что он даже не носит очков это мое предположение вдруг когда к нему вернется память и он поймет что у него плохое зрение он начнет носить очки а разве потеря памяти мешает ему понять какое у него зрение я с тобой полностью согласен предположение тогда я называю его японский рекордсмер рекордсмен по подсчетам в уме вот это ты загнула но все же шанс на это есть не полный ноль если это окажется правдой вот это будет круто да это будет нечто юсо-сан и васао-сан какие ваши варианты я предлагаю фантомный убийца я предлагаю потерявший память отлично кажется это все предположения ну а теперь выбери себе любое понравившееся имя мы будем называть тебя так пока к тебе не вернется память блин и так первое пацан то есть мелкий второй альтернативный потом преувеличенный красавчик лоликонщик напарник в очках японский рекордсмен по подсчетам в уме фантомный убийца потерявший память угадайте что я выберу давайте выберем лоликонщика просто мне кажется это будет смешно называйте меня лоликонщик отлично вот это ты выбрал тогда еще раз приветствую тебя лоликон-сан добро пожаловать рад знакомству лоликон рад знакомству лоликон рад знакомству лоликон-кун рада знакомству нормально ли это первое нет проблем второе думаю это странно да нет проблем нормально мне нравится нет никаких проблем кстати раз он стал нашим напарником он может дать ему форму верно моя форма отличается от той которую они носят точно я и забыла уже ты не можешь ходить в такой изорванной одежде почему у меня другая форма чем у вас даже несмотря на то что она вся изорвана это не у тебя другая форма это у нас другая форма у тебя форма прилежного ученика юрия обошла стол нагнулась и вынула что-то из стола вот это наша форма форма загробного мира загробного фронта это была аккуратно сложенная форма вот держи лоликон-кун она протянула ее мне может сразу же переоденешься надеюсь размер подойдет мне хотелось поскорее попрощаться со своей изорванной формой поэтому я вернулся спиной ко всем и начал переодеваться тебе идиот я завидую как и ожидалось от лоликона да, вполне неплохо Теперь, когда я стал вашим напарником, может ответишь на несколько вопросов, а то у меня их уже порядочно насобиралось Я подошел к Юри ближе и пристально посмотрел в глаза, тем самым информируя ее, что я готов слушать Пойдем в другое место, Лоликон-кун Что? Она привела меня на крышу школы Вот сюда вижу много учеников, они сидят в классах, на уроках, другие занимаются на спортивной площадке Все ли будет в порядке с учениками, которые учатся в классах? У меня собралась целая гора вещей, которых я не знаю Раз уж выпала такая возможность, я постараюсь использовать ее по максимуму Итак, Лоликон-кун, ты чего желаешь спросить? Ну, я думаю, пойдем по порядку Первое, что с другими учениками, которые не были с нами учительской То есть в их штаб-квартире Что с другими учениками, которых не было с нами учительской? Они так же, как и мы, знают, что попали в загробный мир, но живут здесь обычной жизнью Они не люди, они NPC Ты не знаешь этого? Не игровой персонаж Кажется, знакомые Если не ошибаюсь, этот термин используется в играх Так называют персонажей, которыми управляет игровая система Этот мир что? Игра? Это просто сравнение Они были здесь с самого начала То есть они прислужники Бога И это всего лишь предположение Что мы в мире после смерти Вот как Если это игра в виртуальной реальности То вполне возможно, что нам стерли память и бросили сюда Из ее объяснений можно и такое предположить Ну да, еще одно САО Привет, виртуальная реальность А неплохо было бы, если бы в конце оказалось, что не все В виртуальной игре Ха-ха, супер То есть у этих учеников нет своей воли? Например, в как играх Если заговорить с ними, они всегда будут отвечать одинаково? Может, сам попробуешь? Ты только что пришел сюда, но думаю, ты сразу увидишь разницу между ними и нами Что? С ними можно пообщаться? Может, попробуешь сделать девушке канчо? Она может убежать, а может и врезать тебе Кто не знает, что такое канчо, объясняю Канчо это когда складывают руки вместе Ставляют два указательных пальца тоже вместе И суют их в одно место Заднее Вот это называется канчо Японская игра такая Детская Хорошо проработаны Учителя тоже? Да Есть еще вопросы? Да, есть У меня множество вопросов Так, поехали дальше О жестокой природе Тенчи Расскажи мне о жестокой природе Тенчи Если она встретит нас То сразу же проткнет насквозь? Я видела тогда Это действительно было как самоубийство Ты сам просил ее Чтобы она доказала Что здесь нельзя умереть Ничего удивительного Если она проткнула тебе сердце Мы спросили ее об этом И она нам не ответила И она нам ответила Не ответила Не ответила Не ответила Получается что Тенчи Что-то типа вершителя закона в этом мире Скорее всего надзиратель У нее есть собственная воля Это загадка Она безэмоциональна Не общительна На все вопросы об этом мире Она отвечает без комментариев Так что она скорее всего похожа на НПС Тогда обычно она так просто не убивает То есть она не действует так жестоко Если ученик не следует правилам То сначала она сделает предупреждение Если он попытается бежать Она побежит за ним Поймает и заставит его следовать правилам Применяя силу Смотря тебе прямо в глаза И так пока ты не сдашься Случаются такие случаи Как были со мной? Конечно Все члены нашего фронта Много раз Много раз доставались от нее И еще Не вздумай следовать правилам У нас уже несколько так исчезло Дрожь пробежала по спине Понял Еще вопросы? Дальше По поводу Бога Хочу спросить о Боге Чтобы убедиться Он существует? То же самое что и моллюск Моллюск? Ну ты и тормоз Я говорю что это то же самое что и перерождение У нас нет возможности это проверить А вы не спрашивали у Тенчи? На все вопросы об строении этого мира Она отвечает без комментариев Если напрямую спрашивать Тенчи Скажи мне Скажи мне то Скажи мне сё То само собой она не будет Выдавать секретов Особенно место пребывания Бога Еще что-то? Да Давай Что за пределами этой школы? Как выглядит этот мир за пределами школы? Здесь нет ни главных врат Ни задних врат Вокруг Сплошной лес Но если пройтись по нему То на пути Встанет огромная стена Которую не преодолеть То есть мы не можем отсюда выйти? Да Похоже на то Мы пробовали пробить стену молотом Но максимальное что мы могли сделать Это поцарапать ее Перелезть ее мы тоже не сможем Потому что в стену невозможно вбить что-либо За что можно зацепиться А где вы берете провизию необходимой для жизни? А нам она не нужна То есть нам не нужно ее искать Когда сменяется день Вместе с ним Все что необходимо для жизни Появляется все что необходимо для жизни Само на кухнях и в столовах Ты это видела? Да, видела Ты ведь сейчас думаешь О возможном способе Избежать из этого мира, верно? Думаешь Сколько Десяток лет я здесь уже живу? А ты долго здесь живешь? Я здесь живу всего несколько десятков лет А вот Шина-сан Здесь уже около сотни лет Так много? И она сохранила здравый разум? В этом мире никто не болеет Даже ментальными болезнями Во как Правда здесь нередко можно выйти из себя А здесь меняются сезоны Сейчас весна, да? Верно Сезоны постоянно меняются Сейчас весна Летом идет дождь А зимой падает снег Даже снег падает Нет смысла в другом мире Если он не похож На тот В котором ты жил раньше Почему? Если всегда будет весна И ты будешь Постоянно Старанно учить Уроки То рано или поздно Тебе надоест И ты бросишь это, верно? Если подумать То ты права А тогда выпускной Здесь тоже есть? Конечно же есть Я видела много учеников Которые исчезли тогда А что с теми Что не исчезли? Они повторно записываются В регистры этой школы И дальше учатся С новыми одноклассниками То есть остаются повторно На следующий год Таков этот мир Еще что-то? Так Относительно силы Которой обладает Энчи Хочу спросить Относительно силы Которой обладает Энчи Первое Сверхзвуковая рука Это фотонный луч Который появляется У нее на руке Он может принимать Разную форму Во время боя Она использует его Как меч Или кинжал Следующее Искривление Когда она использует То у пуль Меняется Траектория полета Но если окружить ее То иногда Пули поражают цель Исходя из личного наблюдения Когда она применяет Искривление Она не может Безвредно двигаться Она постоянно стоит на месте Поэтому Мы думаем Что у нее Фиксированная зона Искривления Траектории пули Ясно Еще что-то По поводу людей Я понял Про НПС А что По поводу людей Здесь тоже Здесь только мы И все Нет Среди НПС Есть другие люди Которые Слились с толпой Они приняли Свою судьбу Исчезнуть Нет Это не зависит От желания Человека Исчезают Те кто следует Правилам Тенчи Это жестоко Да Поэтому Как только мы Кого-то находим Сразу предлагаем Вступить к нам Люди для нас Очень важные Напарники И последнее Чем вы обычно Занимаетесь На уроки Нельзя ходить Нельзя себя вести Как примерный Ученик Тогда что Что мне лучше делать Все это время Попробуй догнать Остальных Подтяни Свою выносливость Научись владеть Оружием Остальных Это она Тех Кто были В этой комнате Я согласен Что там Собрались Необычные Ребята Но все же Постой А почему Мне нужно Научиться Владеть Оружием Потому что Ты тоже Член Нашего Отряда Что Вот это Так Сюрприз Неожели Им не хватает Людей Чтобы Сражаться С Тенч Это все Обучение Закончено Возвращаемся Хорошо Похоже Что больше Объяснений Мне не положено Говорило Начинать Адаптироваться Похоже Что Мне еще Нужно Адаптироваться И к Этому Неравнопранству К Дедовщине Подчиняясь Приказу Юрия Я вернулся В учительскую Кстати Мне кажется В аниме Так подробно Не говорили Об этом мире Вот Еще один плюс Новеллы Мы более Подробно Узнали Об этом мире Что Сама еда Появляется Что Способности Тенчи И прочее И прочее А боги И другое Вот Но я не помню Аниме Конечно Я очень давно Смотрел Но по моему Там Таких Детальных Объяснений Не было Ну не знаю Я не уверен С возвращением Ну как А это Да нет Нам не нужна Это Яойщина Наверное Первый Вариант Думаю Что Смогу Жить Дальше Вот как Ну это Радует Надеюсь Мы подружимся Лоликон Да Сказать По правде Я все еще Не освоился Мне не очень Интересны Все их Подражания Все их Все их подражания На плохих парней То есть Тех Кто не следует Правилам Учеников Как-то так Что мне Прежде всего Нужно Безопасное Место И достаточно Времени Пока ко мне Не вернется Память И это Все А что Потом Я не знаю Так Кажется Это уже Полчаса Примерно На этом Я закончу Следующую серию Третью Уже По счету В общем Я не знаю Продолжать мне Ангельские ритмы Или все же Вернуться К Сококону Артериал Я еще думаю Но пока что Мне больше нравятся Ангельские ритмы И хочется Ее переводить Потому что Сококону Артериал Я уже Прошел Два Раза Да Но сюжет Я там Не читал Но все же Я и прошел Ангельские ритмы Это что-то новое И что-то такое Приятное По аниме Знакомое Вот Поэтому Наверное Я все же буду Продолжать Ангельские ритмы В общем Пишите В комментариях Что вам больше нравится Ангельские ритмы Или Сококону Артериал Ну а пока что Пока До встречи Сококону